Мне очень больно смотреть это видео. Пожалуйста. Кристина, ну вот, он слепой. Я не знаю, сейчас. Его, походу, избила машина. Покажи глаза. На том конце девушка вся в слезах. Пожалуйста, Кристина, помоги. Кота, наверное, сбила машина. Я не знаю, что делать, куда его везти. Пожалуйста, возьми его на кураторство. Изначально мне прислали вот это видео, и здесь сложно что-либо рассмотреть. И мне казалось, что мордочка просто отекшая, и глазки все-таки есть. Но так казалось. Непонятно, не видно. Но потом на приеме, куда его все-таки отвезли, оказалось, что нет. Я попросила отвезти его в клинику. Ему сделали рентген, и тут мы ужаснулись. Две пули в голове, и они очень странно расположены. Подозрения были, как они туда попали, но врачи изначально говорили, что нет, скорее всего, такого быть не может. Одна пуля была в груди, но она ничего не задела и ничему не мешала. Так получилось, что из-за коть мне тогда пришлось приехать в клинику вечером. Мы с котью были утром, ставили катетер, но его плохо примотали. Точнее, примотали высоко, и он слетел. И я познакомилась с малышом. Состояние ужасное. Температура крайне низкая. Температура была 35. Он лежал на грелочке и пытался согреться. В тот день шел дождь, и действительно на улице было очень холодно. Я надеялась, что он именно замерз, что мы еще поборемся, что мы с ним будем сражаться за его жизнь и обязательно победим. Но то, что я видела, меня очень пугало. Он не реагировал. Он лежал, уткнувшись вниз мордочкой, и ему было очень плохо. Хотя обезболивающее, конечно же, укололи. Как мне сказали врачи, все необходимое, что возможно было сделать, для малыша сделали. То был неудачный праздничный день. Клиника закрывалась раньше, и, к сожалению, прокапать сразу же вечером его не могли. Но он оставался на грелке. Он получил противоотечные препараты, кровоостанавливающие, и должен был дожить до утра. Мы на это очень надеялись. Забрать его домой было совершенно нелогично. Забирать кота в квартиру, где есть вирусы, вот в таком состоянии, в котором он находился, это могло его просто добить. Поэтому он остался в клинике. И я, если честно, не спала всю ночь. Мне было как-то страшно, а самое главное больно, что вдруг его не станет. Наутро мой драгоценный кот опять снял катетер, и я приехала к нему. Я впервые безумно радовалась, что кот снял катетер, и я смогу увидеть сама, живой малыш или нет. Мордочка отекла, но состояние в разы лучше. Он реагировал на то, что я рядом. Он реагировал на кис-кис. Температура нормализовалась. Он согрелся, он выглядел совершенно по-другому. Да, мордочка сильнее отекла, но теперь он реагировал. Ему, конечно, не стало прям супер лучше, но котик явно говорил о том, что за жизнь мы будем бороться. Малыш меня очень порадовал. После автотравмы, ну, это прям очень хорошее состояние. Но насколько возможно хорошо себя чувствовать после аварии? Вот здесь врач проверяет его обезвоженность. И да, он действительно обезвожен. Ему нужна помощь, ему нужна капельница. Мордаха отекла сильнее. Это неудивительно, когда есть сильный удар по голове, очень важно сразу же начинать вводить противоотечные препараты. Иначе отек может пойти в мозг, и тогда бороться будет не за кого. Чтобы убедиться и посмотреть, что с котом все в порядке, ну, как все в порядке, что не пострадали от аварии внутренние органы, мы решили, что сдадим кровь. Есть внешние повреждения, а могут быть и внутренние. Мы сдали кровь, чтобы посмотреть, есть ли еще урон по организму. Мы с котю ехали на работу. На следующий день я позвонила в клинику уточнить, как мой малыш. На что мне сказали, что, ну, как-то отек все сильнее. Ну, вот сейчас добавим капельницы. В смысле? То есть капельницы должны были начать делать еще вчера. А так и не делали. В итоге я отправила кота в Ставрополь. Мне стало страшно, что с черепно-мозговой травмой мне сейчас кота просто упустят. И он уехал. Если честно, было немного страшновато. Доедет Ли. Просто столько времени потеряли. Получается, он был там вечер, сутки, ну и утро, в которое он уехал. Как бы многовато. Но он доехал. Все было более-менее нормально. Хотя, конечно, состояние его считалось как тяжелое. Но стабильно тяжелое. Вот так его пытались изначально кормить. Вредничает. Не хочет. Брыкается. Да и вообще в одиночку накормить кота – это еще то приключение. Но вы посмотрите, как упирается. Ну, для кого как, а для меня это шикарное видео. Потому что парень-то боевой. А нам это и надо. Нам нужна вся сила. Нам нужна вся борьба, чтобы победить с тем, что произошло. А вот как уложить в голове то, что произошло, я не знаю. Ведь на самом деле страшно не то, что кот попал под машину. Это уже как бы последствия. Страшнее то, как были расположены пули в его голове. Я обратила на это внимание сразу, но врачи всем не говорили, что нет, я ошибаюсь. То, как почти параллельно расположены пули, очень наталкивало на мысль, что стреляли в глаза. Входных отверстий не было видно, но их не было видно и в груди. То есть произошло это не именно сейчас. Сейчас произошло то, что слепой кот попал под машину. И поэтому на него обратили внимание. Но не было видно шрамов. На мордахе, мне кажется, они должны были быть заметными. Это на теле, они бы закрылись шерстью, но на мордочке они явно бы выделялись. И их можно было бы увидеть. И вот сегодня, после того, как была проведена операция, после того, как мы должны были убрать остатки глаз, которые там в глазницах были, и зашить его глазки, после этой операции для нас открылось очень много ужасного. Как назвать человека, который способен держать кота и стрелять ему в глаза? Возможно ли вообще назвать его человеком? У него в глазах, точнее в одном глазу пуля застряла, а другой прошила насквозь и застряла в кости, в глазнице. Что нужно иметь в голове, чтобы это сделать? Это делалось не на расстоянии, а прям в мордочку. По-другому попасть просто нереально. Какой мозг и что в этом мозгу должно быть, чтобы такое сотворить? У меня это не укладывается в голове. Операция прошла нормально. Сейчас малыш отходит от наркоза. Я надеюсь, что в дальнейшем нас ждет только нормальная, хорошая жизнь. Для того, чтобы довести его лечение до конца, мне, конечно же, нужна финансовая помощь. А также очень важен лайк под этим видео, очень важны комментарии и, конечно, просмотры от и до. Мне важно, чтобы эту ужасную историю увидело как можно больше людей и сейчас помогли нам восстановить этого малыша. А в дальнейшем мне очень важно, чтобы его заметила его семья. И, может быть, именно ваш лайк поможет ему в этом.